Доброе утро, доброе утро, мои зрители, мои подписчики. Доброе утро всем тем, кто со мной остался. Кто у меня верит, спасибо за теплые слова, спасибо за теплые комментарии. Сегодня у нас суббота, 30 июля. Сейчас 10 час дня. Я проснулась, еще не завтракала. Я проснулась, поливаю орхидеи просто. И хочу полить орхидеи и хочу что-нибудь сделать себе на завтрак. Поливаю я орхидеи над краном. Над краном ставлю и вода течет прямо в вазончик. Сейчас смочим верхнюю часть. Хочу, девочки, вам сказать огромное спасибо за комментарии. Огромное спасибо. Огромное спасибо, что вы у меня верите. Но мне такая боль еще в душе осталась. Я вам не могу передать просто. Боль от обиды. Почему меня не поняли. Почему меня... Почему меня не поняли. И почему процентов 10 не посчитали меня правой. Ладно. Дело не об этом. Там был один комментарий. Дарий, что я вас ждала. Я хотела узнать про газетное знакомство. Девочки, я не хотела эту тему поднимать. Потому что очень много было негатива по этой теме, по газетам знакомства. Вот. На танце она говорит позорно. А по газете знакомиться не позорно. Писали там, да? Вот. Мама у нее лежит. А на мужика ищет. Девочки, мама и мужик. Это две большие разницы. Это две большие работы. Есть время на маму. И есть время на мужика. И поэтому мое газетное знакомство кому нравится, кому не нравится. Оно продолжается. Вот вышло мое объявление уже в пятницу. Вчера. Вчера, девочки, вышло мое объявление. Но вчера мне только один человек позвонил в 20.45. И то он был в сельской местности. Я же говорю. Как обычно, все звонят в сельской местности. Вот. И поэтому первое было неудача. Еще сегодня мне никто не звонил. И, наверное, это будет тот случай, когда будет 2-3 звонка. У меня уже такое было. Не помню, кто мне в комментариях просил узнать, что мы вас ждем. Как там газетное знакомство. Значит так, расскажу вам. Рассказ очень интересный. Для вас. Для меня нет. Когда подаешь объявление в газету, и когда оно выходит, обязательно тебе звонит или звонит женский пол. Интересно, да? Женский пол. И женский пол не то, что вы подумали. И женский пол, я уже, наверное, рассказывала, кто, может, старый канал смотрел, что звонит женский пол. И женский пол звонит не то, что вы подумали, а женский пол звонит мне или звонит, что дайте, пожалуйста, телефончик, тот, который вам не нужен. Номер телефона, который вам не нужен. Сейчас, девочки, поменяю позицию в этом самом. Ой, присесть, пока поливается орхидея. Дайте телефончик, который вам не нужен. Вчера. Днем. Где-то часов в... во сколько? Ну, днем, буквально часов, наверное, в 12 дня, раздается звонок от женщины. Добрый день. Я говорю, добрый день. А сама слышу чужой голос, сердце немножко ёкнуло. И сразу вопрос у меня. Скажите, у вас ВЛКОМ или МТС? Ну, какой оператор связи? Я думаю, ничего себе вопрос. И сразу у меня в голове такой, думаю, так. Аферист не может быть, потому что голос такой немножко староватый у женщины. Я говорю, ВЛКОМ. Она говорит, ой, вы же, говорит, меня извините, я такая, как и вы. И пауза, я молчу. Я такая, как и вы, я тоже хочу дать объявление в газету. Вот, я хочу у вас спросить, как у вас идут успехи. Я говорю, подождите, а что, уже есть газета? Она говорит, да, сегодня уже вышла газета, уже ко мне пришла. Я говорю, ну как идут успехи? Я говорю, мне надо Гомель. Я говорю, а Гомеля нет вообще, можно сказать. Я говорю, в основном, я говорю, Речица, Будокошелёва, Добруш, Лоев, Могилёв и всё тому подобное. Она услышала Речицу. Что вы, даже Речица? Я говорю, да, даже Речица, два-три человека с каждого объявления Речица. Она говорит, я же сама с Речицей. Ой, меня зовут Люба, мне 68 лет. Ну, я не представилась, сколько мне лет, и имя я своё сразу не сказала. Вот вы знаете что? Если вам кто-то не нужен, вы мне телефончик, пожалуйста, продиктуйте, если можно. Но если нет, тогда нет. Одну минуточку, выключу кран с водой. Ну, если нет, тогда нет. Я говорю, да ради Бога. Я говорю, мне, я говорю, не жалко, буду всех записывать, буду вам передавать. Я говорю, в чём проблема? Я говорю, мне нужен город. Я говорю, я не собираюсь помогать им на дачах, на грядках. Она говорит, ой, а я бы помогла. А что тут такого? 68 лет. Она, не зная никакой ситуации, какая с ней произойдёт, она говорит, а я бы помогла. А что тут такого? Ну, ладно. А, я говорю, так у вас дача? Она говорит, у меня квартира трёхкомнатная, и у меня есть дача. Я живу в Речице. Ну, ладно. Поговорили с ней. Ну, я ей свою проблему рассказала, что мне нужен только город для дружбы и общения. А, я говорю, вы знаете, что? И норовят все, чтобы к ним приехал и работал на грядках. Она говорит, ну и что? Нет. Или я сказала, норовят все к тебе приехать. Ну, короче, она мне как-то ответила, ну и что? И я поеду. Вот так вот как-то что-то она... В общем, с ней проблемы нету, как со мной. Вот. Она готова на всё. И поехать туда грядки работать, и чтобы к ней приехали, и её дачу обрабатывали, я поняла так. Ну, ладно. Мы с ней переговорили, она мне продиктовала номер телефона ещё раз. Ещё раз продиктовала, хотя номер телефона зафиксировался в телефоне. Я записала в блокнотик, ну и всё. Ну, я как-то забыла. Мне сейчас, не до этого, в этот момент, не до знакомства, не вовремя вышло объявление. Вот эти проблемы навалились. То с каналом, то с мамой там, то с этими нотариусами, с этими заборами. Ладно. Я как-то уже не ждала звонка, ничего, но вечером один раз я вспомнила. Думаю, интересно. Газета вышла, мне никто не звонит. Кстати, сейчас вот половина десятого, мне тоже никто не звонит. Думаю, ладно. Вчера только покормила маму, и без 15.09 раздаётся мне звонок. Я поднимаю трубку, мужской голос. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Вот я увидел ваше объявление, хочу познакомиться. Я говорю, так, вы из Гомеля? Он говорит, нет, из Гомельской области. Я чуть не сказала в трубку. Йоколе мане! Ладно. Я из Гомельской области. Я говорю, откуда, если не секрет? Он говорит, жидковичи. У нас в малосемейке жила женщина с жидкович родом. Её маму похоронили в жидковичах. Она не могла заехать в эти жидковичи. Там очень сложный график. Там проходных поездов мало через эту станцию. Маршрутки вроде, она сказала, не идут туда. Не знаю я, но это по её словам. Короче, она никак не могла попасть на могилу матери в эти жидковичи. Думаю, ладно, ты не мой клиент. Позвоню, что это женщины-сречицы. Ну, я ему, я говорю, вы знаете что, извините, я из Гомеля. Я говорю, я хочу мужчину из Гомеля. Он говорит, ну ладно, нет, так нет. Он не настаивал, как все остальные по объявлениям. А что, если я к вам подъеду? А что тут такого? А зачем вам из Гомеля? Вот он не настаивал. Он говорит, ну нет, значит нет, извините. Вот так, да. И я вчера положила трубочку и сразу набираю номер телефона этой женщине-сречицы. Набираю, я говорю, привет. Я говорю, лови клиента, записывай номер. Она говорит, сейчас, 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 сейчас. Так, и вижу она, так, диктуйте. Я продиктовала номер. Она же этот номер проверочно продиктовала мне, чтобы ни единой циферки не прошло. Вот, я говорю, ну что, все, лови клиента. Я говорю, пока один. Она как? А что, больше не звонят? Я говорю, поверьте мне, что не звонят. И она мне тут задала вопрос, скажите, а вы работаете? Я говорю, нет, я смотрю маму, я сижу дома. Но она не спросила, ни сколько мне лет, ни как меня зовут, ничего. Короче, первый клиент ушел на речицу. И вот я хочу, вот такое видео уже было в газетном знакомстве и на том канале. Какой негатив на меня сыпался, девочки. Сыпался негатив. И говорили, вот у тебя мама умирает, а ты про мужика думаешь. Другие пишут, зачем тебе носки стирать, рубашки гладить. Третьи пишут, если ты хочешь для дружбы, надо для человека тоже делать. Девочки, мальчики, что-то я хотела сказать этим. Ладно, вы меня считаете такой бестолковой, что я и маму смотрю, и на мужиков заглядываю. Я на мужиков не заглядываю. Я пытаюсь их найти и буду пытаться их искать. Дело в том, что, видите, мне позвонила женщина. Я не знаю, кто она была в молодости по профессии. Но человек попросил ненужный телефон, который мне не нужен. Каждая женщина старается, каждая старается найти себе пару. Хотя ей было 68 лет, она сказала. Есть ей 68 лет. Вот вы меня гнобите за эти газетные объявления. Одна даже мне писала. О, на танцы ей стыдно сходить. А в газету подавать не стыдно. А что тут такого подать в газету объявления? Это на танцу ты стоишь и всем своим целлюлитом трутишь. И что, это не стыдно? А в газетку тихенько написал, тебе позвонили. Алло, отвали, моя деревня. И все. Все. Он меня не знает, Джиткович, и я его не знаю. И что тут пустыдного? Я просто хочу сказать, девочки, кто еще остался на моем канале, и кто меня ненавидит, прошу, пожалуйста, покинуть. Кто меня ненавидит? Вот. При каждом газетном знакомстве звонят мне женщины. При каждом. И каждый просит такой вот вариант. Отдайте номер телефона, который вам не нужен. Одна женщина была сожлобена. Однажды ко мне так прицепилась. Три раза я подавала объявление, три раза она мне звонит. Она говорит, она со мной познакомилась. Она говорит, я бывший работник банка. Я, говорит, мои дети. Где-то она расписала, где ее дети живут. Но она, понимаете, как? Она тоже так говорила мне. Дайте мне номер телефона, который вам не нужен. Который вам не нужен. И три раза подряд она мне названивала. Но, слава Богу, она от меня отцепилась. А, думаю, что я хотела вам этим сказать про эту женщину с банка. Я говорю, да вот все они какие-то сексуальные озабоченные. Она говорит, а мне это и надо. Но она была тогда намного старше меня. Она говорит, мне это и надо. Я для этого и ищу. Вот, понимаете, вот без всякого разговора, без всякой броня, я вам говорю это. Одна женщина прицепилась ко мне с Лопатиной, с деревни. Но той нужен работник. У той двадцать соток огорода. Там у нее угол коридора валится. Там все. Та тоже ко мне прицепилась. Та была воспитательница детского сада. Так что, девочки, при каждом газетном знакомстве есть женщины, которые звонят и говорят, если вам мужичок не нужен, подарите его мне. Ну вот, если вы считаете меня легкомысленной, то видите, сколько женщин звонят и просят даже обычный номер телефона. Ну вот, я все, пока вам рассказала про газетное знакомство. Рассказала с большой опаской. Вот, потому что мало ли что сейчас будут мне писать. Будут писать разные гадости. Я вчера одну женщину заблокировала. Она мне уже такие гадости писала, что у меня и вялая шизофрения, что мне надо лечиться. И главное, эта женщина прошла жизненный путь такой. И у нее такое было горе, хуже, чем у меня, она рассказывала. И что же ее так понесло? Она тоже смотрела за родителями. За родителей она осталась, как она писала. Ну, по состоянию здоровья очень плохой. Не буду произносить это слово. И что она по сей день не может оклематься. Она мне еще тогда писала, даже, наверное, не на этом канале, а тот, который я еще раньше удалила. Я ее вчера заблокировала. Такие гадости мне писать, это просто... Я не хотела блокировать. Я ей ответила, она мне в ответ гадость написала. Ну. Вот так. Все, пойду расставлю свои орхидеи. Потом надо что-то покушать сделать. Я вам включусь потом. Девчонки, это я опять включилась к вам. Если вы меня не забанили. За моих мужичков. Короче говоря, у меня что-то поднялось настроение. Сейчас, сегодня же Рома едет туда, на Минск. К Наталье. И, ну, как вы во вчерашнем видео видели, передаю я цветочек большой, кротон. Но Наташа говорит, там я, она высмотрела маленький вазончик красивый и хотела купить цветок. Так Наташа сказала у бабушки много цветов, бабушка передаст. Но я сегодня целую табуретку поставила цветиков, сняла им видео и отправила. Насчет орхидеи, я говорю, Наташа, я тебе орхидейку хочу передать. Не надо, я не люблю орхидею, что такое голый ствол и я не знаю, как за ней ухаживать. Короче говоря, я все-таки сняла видео и думаю. Она говорит, Яна в комнату хочет поставить на полочке. У меня есть одна мини орхидейка, беленькая, маленькая. Она не растет высокая, мини орхидейка. Я засняла видео, Яна посмотрела и сказала, бабушка, я хочу, она такая миленькая, такая хорошенькая. Тем более, она только расцвела. Вот она только расцвела, она месяца три или четыре будет держать свой цвет. Ну, там приготовила еще одну орхидею, потому что у меня белых четыре штуки. А то и пятая будет та, которую Ира мне подарила синюю, она будет белая, может быть. И поэтому попытаюсь, посмотрю, что у них будет в легковушке. Встанут ли все мои цветы туда. Так что попытаюсь еще одну орхидейку, чтобы она ее на кухоньку поставила, на кухонный столик. Так красиво, когда на кухонном столике в красивой кухне не такой, как у меня стоит орхидейка. Девочки, хочу есть. Вот я с вами болтаю, а хочу есть. И хочу есть, знаете что? Хочу, чтобы мне сделать себе полезное не было, заварить просто овсяночки. Водичку с под краном с хлорочкой берем. Вот. Нет у меня очистителя воды. Все берем с хлорочками, с медузами, с палочками. Все тут берем, девчонки. Спичками пользуюсь. Не пишите мне, почему не купите зажигалку. Вот потому что не куплю. Во-первых, все это надо идти, покупать, на все надо средства. Вот пользуюсь спичками, мне нравится. Так, заварим овсяной кашки. Овсяной кашки вам ни черта не видно, девочки. Только не шлепнетесь. Но если уже и шлепнетесь, у меня не беда. У меня есть Наталин, старый телефончик. Но все равно будет очень обидно. Девочки, тяжелые времена пошли. Насчет финансов, тяжелые времена. Очень тяжелые. Александр Григорьевич нам вот сказал добавить 10%. Но это у меня 480. 10% это еще 48 рублей будет. Так? 480 и 48. Это сколько будет у меня? Так. Вот в уме я не могу считать. 480 и 48 прибавит. 528 будет. Ого. А что буду делать с ними? Так. Заварим. Нелюбимая моя тарелка с фикс прайса. Она толстая, зараза. И не бьется же. И не разбивается. Хоть ты возьми ее специальным молоточком тюкни. Девочки, развела принцу А. Девочки, когда я была в 17 микрорайоне, зашла, я была в Алме. По-моему, в Алме, да. И там стоит, стоял такой цветочек, как мне, как когда-то мне давала сестра. Но я его выбросила тогда. Именно выбросила. Это было очень давно, много лет назад. Когда я еще была молодая. Я его выбросила. И я все время вспоминала об этом цветке. Я вам не могу сказать название. У него листики круглые. А цветет он, выпускает такой зеленый бараночек. Вот так и вот такой вот бараночек. Торчат. Торчат с вазона вот такие вот бараночки. Крючки вот такие вот торчат. Может, вы знаете, что это за цветок. Листики круглые. Круглые, как у кувшинки. А цветет он вот так. И вот на конце зеленый баранок. Вот такие вот баранки. Заварим девочке овсяной кашки. Раз. Два. Три. Надо же поболее, чтобы я сытая была. Я ем большой объем пищи. Повторюсь, кто не знает. Что-то много воды набыхало. Так. Все. Выключаем. Закрываем. Ждем, пока набухнет. А. Так я Нидо рассказала. Когда я была в 17 микрорайоне, ездила в ателье, я зашла в Алме. А там есть отдел цветов. И стоит этот цветок. И он стоил 18 рублей. Но так как это чужой район. Чужой магазин. Можно было, конечно, этот цветочек поставить себе в корзиночку. Походить по магазину. Где-нибудь всунуть руку. Но он был в целлофане. Вот так вот. Стоял бы он в корзинке. Тут был целлофан. А он такой выс... Ну, такой вот. И торчат эти бараночки зеленые. Можно было взять, просунуть руку и отщипнуть листок. Хотя бы один или два. А потом походить по магазину, набрать там хлеба, макарона, мясо. И прийти, как будто бы этот цветок я передумала брать, опять поставить. Но я не рискнула. Я не рискнула, потому что чужой район, чужой магазин я там никогда не была. А тот цветок стоит 18 рублей. Вот купить тот цветок, он дороговатый. А если бы с него отщипнуть хотя бы вот такой сенький листик, то было бы хорошо. Так что, возможно, я когда-нибудь поеду еще в Алме, если будет тот цветочек, я постараюсь украсть тот листочек. Так как украла колонхоя листочек. Вот мое колонхоя. Если кто помнит, мы вас с вами садили в обрезную бутылочку. А вот этот колонхоя, только я не знаю, какой это взошел у меня, красный или белый. А вот этот колонхоя, он что-то у пивной бутылочки не хочет расти. Я так не люблю, когда на земле вот этот вот белый налет. Он что-то не хочет, этот цветочек, он и не гибнет, видите. Это вода, как он стоял в воде, налет из лесковой. Он и не гибнет, но и не прорастает. А тот уже пророс. Отурила вам голову своими цветами, своими мужиками. Я не знаю. Ну, девочки, вот такая я. Это моя жизнь. Все. Пока она такая. Кому не нравится, прошу не осуждать. Не писать гадости. Вот такая моя жизнь. Все. Ходила бы я на работу, я бы вам рассказывала про работу. Где я поставила швабру, где я поставила тряпку. Я бы вам рассказывала. А так мне нечего рассказывать. Не облизывайте пакет. Фу, как мне кто-то писал. А я все равно облизываю пакет. Живу я, девочки, одна. И поэтому, если бы был мужчина, я бы пакет не облизывала. Вот. Что хочу вам еще сказать, мои хорошие, мои дорогие. Так что, вот так. Никто мне не звонит. Видать, такое время, что все на дачах. Все на рыбалках. Все на охотах. И поэтому никто не звонит. Так, мои хорошие. Буду я, наверное, кушать. А потом вам включусь. Или давайте я вам загружу это видео. А потом, как подъедут мои молодые. Может быть, не может быть, а точно же я сниму. Сниму романчика, который уезжает. Крыво вы у меня на бок такой перекосили. Сниму романчика. Давайте я вам это видео загружу. Все. Это видео я загружаю. Но следующее будет, как подъедут Ирина с зятем. И, наверное, будем, как мы, поковаться, этот цветок ставить в этой корзине. Все. Загружаю. Спасибо. Продолжение следует...